Но когда он появился здесь, в марте месяце, он сделал такое интересное заявление, что против власти у нас в Бурятии готовятся заговоры. Эти заговоры где-то там в Новосибирске, еще в каких-то городах готовятся. И поэтому, для того, чтобы предотвратить эти антиправительственные намерения, нужно сохранить муниципальный фильтр. Вот так этот муниципальный фильтр сохранился и сработал. На выборы главы республики не допустили Маркаева Вячеслава Михайловича, который был наиболее реальным претендентом на этот пост. Алексей Цветенов получается, что вот таким не совсем честным способом, я бы даже сказал, ну, наверное, трусливым, сумел избежать соперничества с Маркаевым и начал работать в качестве главы нашей республики. Далее у нас через год примерно начались митинги, связанные с защитой лесов нашей республики, потому что леса у нас вырубаются вообще беспощадно. У нас вместо лесов везде пустыни. Это с дороги едешь, кажется, что есть леса, если зайти вовнутрь этого леса, там ничего нет, там одни пеньки и сучья валяются. Если снимать самолеты, то видно, что это уже почти голая пустыня. И это страшно. Против этого общественники стали выступать. Именно общественники, а не правительство, которое должно было заниматься этим лесом. Общественникам, как всегда, не дают разрешения на проведение митингов. Они сделали несанкционированные митинги. Общественников стали разгонять прямо под окнами кабинета Цеденова. Он не вышел к ним. Он каждый раз уходит от разговоров. Таких митингов было несколько. Защиту Закаменского леса, защиту Баргузинского леса. И никогда он не выходил. А потом, вот эти последние события связаны с тем, что народ недовольный выборами, которых, ну, в общем-то, наверное, многие считают, что нечестно победили. Мы использовали всякие методы, оглеветали одного из главных претендентов, опять же, того же самого Мархаева, с ног до головы. Обвинили его в том, что он наркотиками торгует из какого-то Баргузинского разлома, где, оказывается, у нас есть кокаин. И, я не знаю, может быть, у нас многие в это верят, но получилось так, что кто-то, наверное, поверил. А при голосовании, опять же, как всегда, использовали всякие разные способы нарушения законов. Там карусели, потом пьяных подвозили в автобусах, готовых за 200 рублей продать свои голоса и свое будущее, и будущее своих детей. И, в конце концов, даже то автоматическое голосование, которое показывало в пользу Мархаева первоначальные результаты, они отказались от него, потому что объявили, что эти карибы сломались и сделали нужные результаты. Конечно, это народу не понравилось, и многие вышли на площадь. А чем это закончилось? Опять закончилось тем же. Люди стояли под окнами Сиденова, хотели с ним переговорить. Он видел это из своего окна, но предпочел дать команду на подавление, а сам сел в самолет и улетел в Москву. Нужен ли нам такой президент? Возникает вопрос. Нет! 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 И сегодняшний митинг, он посвящен обсуждению этих вопросов. Вот сейчас я приглашаю выступить Алексея Корнаухова, одного из общественников Бурятии. Здравствуйте, уважаемые присутствующие! Здравствуйте! Здравствуйте, те, кто не побоялся сегодня прийти сюда! Здравствуйте! Потом будут говорить в официальных СМИ, что здесь собрались лентяи, экстремисты, те, кому делать нечего. Нам что, правда делать нечего? У каждого из нас есть дела, у каждого из нас есть семьи. На многих из нас висят кредиты, которые нужно оплачивать. Нам что, нечего делать, что мы сегодня собрались? Мы за справедливость! Нам есть чем заниматься, но мы вынуждены собраться сегодня здесь. Что нас сюда сегодня вывело? Нечестная власть. У нас есть много вопросов к власти. Много вопросов, на которые мы хотим получить ответ, а не дубинкой по башке и оскорбление. Некоторые чиновники, мы знаем их, да, которые могут себе позволить, да там черти какие-то собрались на площади. Это отношения власти? Похожи ли сотрудники полиции, теперешние, на всеми нами горячо любимого с детства дядю Степу-милиционера, который нас защищал-охранял? Нет, не похожи, к сожалению. Похожи ли нынешние полиционеры на участкового Анискина? Нет, не похожи. Много вопросов к этой власти. Нас запугивают. Нас запугивают вот этим маски-шоу, которые разгоняли толпу. А толпа, между прочим, состояла в основном из женщин. А из женщин эта толпа состояла в основном, потому что мужики в поисках заработка уехали кто куда, кто в Корею, кто в другие города. У нас нет промышленности, нет. Производств, на которых бы мужчины кормили бы свои семьи. Я правильно говорю? Да. У нас много вопросов к власти. У нас, например, вопрос, а когда в последний раз власть с такой же жестокостью задерживала, например, какого-нибудь коррупционера, чиновника, продажного судью, продажного милиционера, оворотня в погонах. Задерживали когда-нибудь вот так вот демонстративно, прилюдно? Нет. Почему? Еще один вопрос. Если бы, если бы мэром стал Мархаев Вячеслав Михайлович, били бы на следующий день дубинками на площади людей? Нет. Нет. Более того, да, он вышел бы к народу. И еще, когда у Мархаева был такой приказ разгонять дубинками и жестко разгонять людей, был такой приказ несколько лет назад, и мы помним об этом, кто постарше. Он отказался выполнять такой приказ. Есть среди нас люди, которые могут отказаться выполнять приказ? Преступный приказ. Есть. У нас очень много вопросов к этой власти. И мы, народ, мы, жители, мы, налогоплательщики, мы вправе задавать любые вопросы. И пускай эти вопросы будут неудобными, пускай будут наивными, пускай будут какими-то смешными, может быть, да? Но мы вправе задать вопрос и получать ответ, а не дубинкой по башке и не оскорбление от этой власти. Пока что эта власть только доказала, что она не может справляться с теми вызовами, которые дает жизнь. Власть ситуации не управляет. Гораздо проще натравить силовиков. Почему-то это так. Это так, к сожалению. Мы готовы дальше терпеть вот это вот, то, что происходит? Нет. Нет. И мы здесь сегодня отложили свои дела и собрались именно для того, чтобы выразить свое мнение, выразить свое возмущение. Вот для чего мы здесь собрались. Здесь собрались не террористы, не экстремисты, не психопаты, не городские сумасшедшие. Здесь собрались нормальные люди, которые задают нормальный вопрос. Я правильно говорю? Да. Все у меня на этом. Большое спасибо. Сейчас выступит Владимир Абакоев, руководитель общественной организации «Священный Байкал».